Приветствую вас. Вначале мне бы хотелось сказать, что если вы свой вопрос задавали в разделе эзотерики, то вам нужно перенести его туда, потому что вы ошиблись и задали его в психологу. В психологии ставить вопрос, почему так происходит в моей жизни постоянно, и за что мне это, это некорректный вопрос. Более того, за этим кроется определенная психологическая позиция, позиция жертвы, когда человек не несет ответственности за то, что он делает, за то, что он совершает. Вот. То есть это не в вашей жизни происходит. Так вы как бы себя абстрагируете от того, что случилось. И вам это не за что, потому что тогда ответственность за то, что происходит, лежит не на вас. Нет, Наталья. Это ваша ответственность за то, что делаете. Вы это результат того, что вы делаете. Вопрос в том, с чего именно. Вы говорите, я очень трудно нахожу друзей. Почему? В чем трудность? Вам тяжело сближаться, вы боитесь сближаться. Что? Далее. Вы пишите, что одиночество у вас. Одиночество, если оно вас тяготит, говорит о том, что вы себя не принимаете. То есть вы не принимаете себя до конца. Полностью тут. Вам с собой не комфортно. Возможно, именно поэтому вы и тяжело сходитесь с людьми, потому что вы себя не принимаете. Не принимая себя, вы не имеете возможности до конца раскрыться перед другими людьми. Не имея возможности до конца раскрыться перед другими людьми, вы, соответственно, далеко не с каждым человеком можете найти его общий язык. Вы пишите, что когда я нахожу друзей, они становятся моей второй семьей. Это тоже не совсем здорово, потому что получается, что вы через-чересчур растворяетесь в людях. Если вы растворяетесь в людях, это значит, что вы стремитесь к влиянию. То есть они вам нужны для того, чтобы чувствовать себя счастливо. А без них вы счастливой себя не ощущаете. И вот это ключевой момент. Почему вы нуждаетесь в ком-то, чтобы чувствовать себя счастливой? Почему без людей вы счастливой себя не ощущаете? Я не думаю, что вы одиноки в физическом, в буквальном смысле этого слова. Потому что, ну, в современном мире одиноких людей реально очень мало. Вы находитесь среди людей. Но вы одиноки, скорее всего, именно духовно, именно психологически. И тут важно именно понять, с чем связано то, что вы, значит, испытываете негатив от того, что вы одна. И с чем связано то, что вы в людях видите свою вторую семью. То есть получается, что ваша собственная семья вас отвергала. Либо, либо ситуация складывается так, что они, ваша семья приучила вас к тому, что, ну, например, за людей очень крепко держатся. Ну, такое тоже бывает. За людей очень крепко держатся. Прямо очень крепко держатся. За людей. Это тоже ненормально. Из этого я могу сделать вывод, что вы не имеете личных границ. То есть четких личных границ, вы не имеете. То есть если у вас с людьми либо никакого общения, либо вы очень близки. Отсюда я здесь одиночество. Потому что, посмотрите, вас метает из стороны в сторону, из одного полюса в другой. Что, естественно, является чем-то позитивным для вас. Вот. Значит, дальше. Значит, через какое-то время, да, кстати, нужно, чтобы вы проанализировали. Вот вы счастливы как? Что вы чувствуете? Полноту, гармонию, спокойствие, любовь, защиту. А по какой причине вы не испытываете этого? Одна. 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 Понимаете ли вы, что другие люди испытывают? Понимаете ли вы, что у других людей меньше нуждаемости в вас, чем ваше в них? Как вы к этому относитесь? Дальше. Через какое-то время эти люди обязательно уезжают жить в другую страну. Ну, я полагаю, что здесь есть определенная доля совпадения. Потому что, ну, знаете, либо вы выбираете от себя таких людей, которые, ну, интуитивно вычувствуете, что они недолго будут здесь, да. Ну, то есть, вот где вы живете. Интуитивно вычувствуете, вы выбираете именно тех людей. Потому что, подсознательно, может быть, вы боитесь действительно близких стабильных отношений. Такой баланс. Вот. Ага. То есть, вы подсознательно выбираете себе именно этих людей. Ага. Я не знаю, что происходило у вас в раннем детстве. То есть, ну, возможно, в раннем детстве это было случайно. То есть, в раннем детстве это было, ну, просто в течение обстоятельств, что кто-то уехал. Уехал. Ну вот. А после уже вы, соответственно, начали действовать так из страха, что этот человек действительно вас покинет. Вот. То есть, вы не пересили, вы не смогли пережить то, что было в раннем детстве. Вот. Не смогли отпустить. Вот. И восприняли на свой счёт. То есть, ваше чувство, ну, я не знаю, чувство одиночества, может быть, чувство вины, что это вы виноваты в том, что человек, тот, что в раннем детстве человек уехал, оно не позволяет вам новые отношения воспринимать адекватно. Возможно, и такая история, что вы людей, с которыми знакомитесь и сближаетесь, воспринимаете как, ну, реинкарнацию вот того, кто в раннем детстве вас покинул. И вы, как бы, надеетесь, что этот человек будет с вами, вы на него излишне давите, и он от вас уходит. Конечно, я не думаю, что люди от вас уезжают в другую страну, но, тем не менее. Что здесь, ну, вот понимаете, да, что вы в этих людях, с которыми вы сближаетесь, видите образ того человека, кто в раннем детстве вас покинул, вас, возможно. А это определенные черты человека, это определенные взгляды, это определенная жизненная позиция, это определенная цель. Вот. А дальше, страдают они и страдаю я. Ну, вы знаете, насчет того, что страдают они, не знаю, их никто в другую страну уезжать не заставляет. А вот, а страдаете вы, верю. Другое дело, что вы, ну, считаете себя достойной страдания, видимо. Вот. И вот сейчас в моей жизни произошло то же самое. Так больно, так больно пережить потерю близких людей. И так тяжело оказаться снова совсем одной. Ну, понимаете, очевидно, что вы чересчур концентрируетесь на людях. Очевидно, что вы чересчур привязываетесь к ним. Это такая психотическая позиция, когда человек нуждается в другом. Очевидно, что есть у вас определенная степень эмоциональной незрелости. Вот. То есть ваш внутренний взор обращен не на себя, а потом на других. А на других и потом на себя. Это означает, что себя вы обесцениваете. Отсюда страдания, вот, и отсюда боль. Значит, почему так происходит? А, потому что в вашем детстве были заложены такие вот триггеры. Что, что вы не достойны быть с кем-то, не достойны дружбы. За что мне это? Ну, если говорить о том, за что, то я уже сказал, да? И ни за что, никакого планового смысла в этом нет. С другой стороны, если вы верующий человек, то я рекомендую обратиться к священнику для того, чтобы он вам эту ситуацию разобрал именно в контексте веры. Вот. На мой взгляд, ваше поведение, оно отражает то, что происходит в сознании. То есть, сознание, сознание видит то, что происходит сейчас, а плохо. И, по идее, вы должны делать выводы из этого. Например, расширать кругозор, чтобы не зависеть чересчур от одних людей. Расширать кругозор становится более самостоятельным, уметь занять себя самостоятельно. Не растворяться в других людях, да? То есть, ну, смотреть в ком вы растворяете. Вот. Собретать определенные границы. Разделять ответственность. Отделять себя от других. Всё это вам, как бы, сознание сигнализирует. Но вы это игнорируете. Весь вопрос в том, по какой причине. Вот. Если вы хотите, чтобы этого больше не повторилось, вам нужна консультация с психологом, вам нужна индивидуальная работа. Вот. К сожалению, индивидуальная работа не одноразовая. Да? То есть, вы довольно давно живёте так, вы привыкли жить так. И если вы готовы меняться, если вы готовы по-другому воспринимать людей, по-другому устраивать контакты, то на это нужно время, на это нужно усилие. Если вы готовы, то любой из наших экспертов, в том числе и я, готовы будем вам помочь. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.